Итак, мы продолжаем нашу передачу. Вы смотрите Студию 7. Вот такая новость. Победителям конкурса по чтению Корана в Нарынской области подарили велосипед и телефоны. И неудивительно, потому что нарынчане всегда отличались своей логикой. Нет, ну вообще существует знаменитая женская логика. Ну так, по слухам. А это знаменитая нарынская логика. А логика нарынских женщин это вообще ужас. Ну, наверное, это они учреждали вот эти вот призы. Смотрите. Лучше всех знаешь Коран? Вот тебе велосипед. Чемпион по борьбе? Держи гитару. Хорошо рисуешь? На тебе сапоги. На мой взгляд, очень нужный подарок. Все, теперь он уезжает оттуда. А второе и третье место ему потом будут звонить и спрашивать. Ну что, как там на большой земле? И куда мы им звоним? Будут на велосипед. А, все, все, все. Стоп, стоп, стоп. Я понял. Мозаика складывается. В Бишкеке за минувшие сутки зафиксированы два факта кражи велосипеда, сообщает 24 июня пресс-служба ГУВД Бишкека. Можно предположить, что один уже нашелся. Конечно, вообще все преступления можно раскрывать, просто читая информацию. Газету новой. Вот смотрите. Вот тут велосипеды пропали, там всплыли. Да, продолжаем. Амуцмены Акуна увезли из парламента на карете скорой помощи. И тут же в Бишкеке выявлен первый случай отравления арбузами. Вот, на тебе. Сразу все становится ясно. Ну, явно же звенья одной цепи, правильно? Получается так. Вот. В госслужбе по контролю наркотиков прошел день открытых дверей. И тут же Джугур Кукинеш поддержал предложение правительства продать 98,46% акций ТНК «Достанк». Почти 100%. Ну, почти 100%. Там, значит, зашли, потом решили. Понятно? Что, хочешь, не связано? Вот еще. В Кыргызстане задержана контрабанда норковой шубы. И стали известны имена победительниц международного фестиваля красоты и моделей. Слушай, ты прям Колумба, браво, браво, конечно. Кстати, вот о конкурсах красоты, о которых ты только что упомянул. Новости буквально за прошедший месяц. Это помимо прочитанной тобой, то есть дополнительно к тому, что ты сказал. Читаю. В Бишкеке прошел конкурс красоты «Дива Кыргызстана-2013». Далее. Так. В Кыргызстане прошел международный конкурс красоты «Интернешнл бьюти и модел фестиваль IBMF». Это еще не все. В Бишкеке 15 июня в рамках фестиваля красоты и моделей прошел конкурс «Мисс Бикини», победительницей которого стала представительница Колумбия. Занесло так. Это еще не все. В Бишкеке прошел конкурс красоты «Квейн оф де Кыргызстан-2013». Ну и, наконец, внимание, кастинг. Все только начинается. Представляем новый проект. Конкурс красоты «Мисс и мистер. Красивое лето Кыргызстана-2013». Фу. Ну, вроде бы все. Ну, прям страна красоток и красавцев. Да. Куда не глянь, одна красота. Куда не плюнь. Одни красавчики. Прямо красивые люди, что ли, думаешь? Ну, само собой. Если бы так не было, что, проводили бы столько конкурсов красоты, правильно? Да были бы некрасивые люди, что-то проводили бы. Все красивые. Вон, на наших операторов, посмотри. Какие красавцы. Один и другим. Вон, мистер Шарм 2008. А свидетель, посмотри, у нас мистер Лучезарность. А это мистер Апогей Сюлюкта 2013. И очень показательный момент. Прошло целых пять конкурсов красоты и всего лишь один фестиваль образования. Мне кажется, тут все ясно. Тут все ясно. Будущее Кыргызстана за красотой. Да, конечно. Ну, какое образование спасет мир? Ни в коем случае красота спасет мир. Вот этим все сказано. А у нас еще одна неочередная новость. Такая же неожиданная, как говядина в гуляше в медицинской столовой Минакадемии. Вот. За несоответствие техническим требованиям в Бишкеке отстранены от работы 24 маршрутки. Да. Ой, прям как грунт среди ясного неба. Я даже знаю эти нормы. Почему? Вот. Люк. Ну, целый. Ну, как так? Ну, это непорядок. Ну, как так целый люк, да. У всех сломано, а у тебя целый. Не пойдет. Я лично все ломал. Кто-то вот хулиган пришел, все починил. А поручни? А что поручни? Они есть. Причем с обеих сторон. И есть за что держаться? Ведь специально откручивала, чтобы не за что было держаться. Такие маршруты не должны ездить по городу. Я так считаю. Некоторые вообще распустились. Садишься, у тебя между сиденьями даже пространство есть. Коленки свободны. А, ладно. 15-17 сантиметров. Вообще распустились. Ой, че? Вот. Ну, комиссия-то как проходит? Комиссия заходит в салон, проходит до конца. Так, раз в конце на форску. Пластико-бутылка не торчит, не пойдет, непорядок. Так не должно быть. Не прошел сразу комиссию. Так у вас даже скотча нету внизу на коробке передач? Так кто вас вообще на маршрут пустил? А синий айгеновский пакет на радиатор я, что ли, буду? Кстати, почему только синий клеит пакет? Почему только айгеновский, я не могу понять. На спидометр смотрят. Так, спидометр рабочий. Так вы что, скорость не по деревьям в окно смотрите? Слушайте, так вы технику безопасности вообще не соблюдаете? А если ваша левая рука застечет? А где подушечка? Подлокотник? Подлокоть. Да, подлокоть. Со стороны левой двери. А у вас кондиционер? Что за беспорядок, а? Дырки в полу для чего? Так, чтоб не вас, не ваших 23 товарищей, я больше на маршруте. Чтоб не видел. Пока в надлежащий вид не приведете свою бузь. Как все. Чтоб как все были. Ну и новость, которая станет завершающей в первом сезоне студии 7. Завершена очередная сессия депутатов Джоргу Кенеша 5 созыва. Этому событию вообще стоило поаплодировать. Ну, давайте. Собственно, почему и наша программа уходит на каникулы? Потому что источник информации, источник вдохновения тоже уходит на каникулы. Ой, все-таки уникальный у нас народ, эти депутаты. Да, для большинства депутатов проканал тот вариант студенческий, да? Халява, приди, вот все. Ну, а кто-то просто так взял, да и развел. Кстати, Нурлан упомянул слово каникулы, ведь у депутатов этот период тоже называется каникулами. Там, так же, как в школе дают задания на дом. Разумеется, спикер всех собирает. Так, у меня для вас домашнее задание, чтобы летом внимательно почитали Конституцию Крыгызской Республики. Да мы ее так наизусть знаем. Так, Дарстан Бекешев, я знаю, что вы знаете, я другим говорю. Кстати, пользуясь этим методом, Нурлан, я заметил одну деталь. Знаешь, может быть, совпадение, конечно, но все-таки. Театр кукол закрыл театральный сезон 2012-2013. Многим могло показаться, что это одноэтажность, но это как бразильник. Да, еще один Колумба нашелся. Ну, раз Джугар Кукиниш и кукольный театр уходят на каникулы, то и мы с вами не должны, а просто обязаны. Обязаны продолжить. Увидимся теперь после рекламы.